Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Crossing Souls. И мы остановились как раз на том месте, где Кевин нам хотел показать странный какой-то труп. В общем, мы сейчас пойдем туда и посмотрим. Так, а что у нас вообще Кевин умеет делать? Давайте посмотрим. Что он, какие-то шарики надувает, пердит и жвачкой балуется. Да, хорошие способности. Так, давай мы перелетаем здесь. Тихо, не падай мне. Так, и нужен теперь Крис, только он умеет у нас ползать. Ага, отлично, давай Крис, не подведи меня. Все равно, ребята, как ни крути, но почему-то на геймпаде подклинивает у меня именно направление движения. Так, подсказочка. Некоторые предметы можно сохранять и использовать, когда захочется. Нажми крестовины, чтобы выбрать предмет и U, чтобы его использовать. В принципе, все понятно. Ну, а что у нас? У нас какой-то... Да у нас ничего пока и нету. Вот, сахарное сердце мы с вами получили. Давайте эти бочки тоже разбомбим. Может быть, в них что-нибудь хорошее есть? Нету, к сожалению. А в принципе, нам пока ничего не нужно, да? Сердечки у нас все целые, здоровье полное. Тогда с вами продолжаем. Что это такое у нас? Ага, какая-то речка. Паучки. Угу. Ну что же, давай, Чарли. Ах, ты у меня не можешь запрыгивать, точно. А кто у меня прыгает-то? Вот. Кевин, значит, умеет. И Крис. Да пошли отсюда прочь, а. Мелюзга всякая тут лезет ко мне. Так, опять паучки. Смотри-ка, а. С деревьев сползает, понятно. Хе, птичку нельзя подбить. Так, давай, Крис. Запрыгиваем здесь и... Будем с вами дальше идти. Опачки. Хм, похоже, это проклятые лиловые черепа. Нас сегодня повсюду поджидают. Но откуда эти недомерки тощие выперлись? Шшш, заткнись, они нас заметят. Подожди, пока это не увидит босс. Он точно меня повысит. Слушай, ты жди здесь, а я пойду расскажу все принцу Квинси, а потом ему покажем. Я могу? Надо даже соврать, что убил его. Ха, это будет круто. Я стану самым плохим парнем в лиловых черепах. Слушай, может лучше ты сходишь и поговоришь с ним, а я тут подожду. Идет? Чего? Держи карман шире. Кто там? Это не я, клянусь. Когда я его нашел, он уже был мертвый. Хе-хе. Что за пара младенцев? Это я нашел этого мертвого парня. А, это вы, парни? Напугали меня. Что за дела? Валите отсюда, это наша территория, делаем что хотим. Да ладно. А если я не уйду? Я тебя заставлю. Серьезно? Серьезно? Ладно, ладно. Ми-ми-ми. Не думаю, что это ваша территория. Ой-ой-ой, Большой Брат стал на защиту. Вы, ребята, просто плесень. Что? Сами вы плесень? Не знал, что у лиловых черепов такие низкие стандарты. Эй, хватит за ровяк. Не знаю, что ты там намекаешь, но лучше забери свои слова назад, живо. Большой Джо намекает, что у вас нет никакого права быть здесь, а теперь проваливайте отсюда, пока полиция не приехала. Полиция? Что значит полиция? То и значит, что полиция. Выбирайте парня. Или сейчас сматывайтесь, или ждете их. Блин, валим отсюда. Это не потому, что вы так сказали. Это мы сами решили. Мы делаем, что хотим. Мы суровые ребята. Сечешь, о чем я? Конечно, сечем. Вы будете свалить или нет? И побежали. Фу, лузеры. Вот-вот, бегите, глупцы. Ха-ха-ха. Кэмин, ты бы поменьше налегал на сладкое. Ты от него становишься злым. Ни за что. Обожаю аромат в вафель поутру. Так мы идем или нет? Где этот мертвец? Вон там, пошли. Угу. Черт, не знаю. Привыкну я к этому когда-нибудь вообще? Ха-ха. К чему? К мертвецу? Слушайте, что, неужели здесь реально будет мертвец? Это же вроде как детская игра. Не знаю. Слушайте, а у Кевина 4 сердечко. Он довольно такой, так скажем, живучий. Единственное, что он ничего не может делать. В плане, нет у него никаких ударов. По крайней мере, я такого не заметил. У нас все, в принципе, могут подраться, кроме почему-то именно Кевина. О, тихо, ребята. Ого. Ух ты, Кевина-то и не соврал впервые в жизни. Видишь, говорил же, это поразительно. Он? Он мертв? В смысле, реально мертв? Похоже на то и похоже уже давно. Судя по цвету его кожи, я бы сказал, не больше суток. Хотя степень разложения довольно высокая. Он на вид как мумия. Фу, меня сейчас вырвет. Бе-е-е. Джо. Давай, не держи в себе здоровяк. Эту картину уже ничего не испортит. Кевин. Ты в порядке, большой Джо? Да, мне уже лучше. Уф, простите. Надеюсь, на вас не попало. Не волнуйся, я все равно на этой неделе не мылся. Я себе это не так представлял. Это было человеком. Лучше об этом не думать. Я же говорил, вы все офигеете. Мы только что стали настоящими мужиками. Даже ты, Чарлин. Очень смешно. Радуйся, что ты брат Криса. А то бы я тебя врезала. Хм, спасибо. Чувак, только слюни не пускай. Это ты о чем? Эй, простите, что вмешиваешь. Видите, умертится в руке что-то вроде амулета. Давайте посмотрим. Точно, ярко-розового цвета. Спорим, он стоит миллионы. Может, украдем его? Так, давайте не увлекаться. Ну да, мы могли бы его забрать. Технически это будет не вродство, а раз хозяин уже мертв. Да, скорее мародерство. А это не одно и то же. Ну что, берем. Крис. Брат. Крис. Крис. Все на Криса сразу, да? Ладно, народ, сделаем это. Ого, действительно. Кристалл какой-то. Вау. И что это значит? Ух ты, что это? Ну, я так понимаю, какой-то кристалл. Без понятия. Но это место мне не нравится. Похоже на египетскую пирамиду. Но из чего она? В ней как будто есть особая сила. Как я и говорил, это драгоценный камень. Готов поспорить. Это камень одного из тех мега известных фараонов. Мы продадим его и разбогатеем. Представьте. Только мы самые богатые люди в мире. Сомневаясь, что мы станем богачами, начнем с того, что мы его определенно украли. Ты права. Они скорее посадят нас в тюрьму или того хуже. Не будем торопить события, но ты прав. Лучше об этом никому не рассказывать. На всякий случай. Кто знает, к чему это нас приведет. Верно, народ? Твоя правда, брат. Да? Ох, прощайте, несметное богатство. Мировая слава. Не будь таким циником. Что, если мы заберем этот камень ко мне домой и проведем парочку экспериментов? Так мы узнаем, с чем имеем дело. Круто. Пойдем к тебе в лабораторию и проведем пару экспериментов. Так мы узнаем, что это за штука такая. Тогда пошли. А вот они, детишки. Ёлки-палки. Этот камень изменит их жизнь навсегда. Прикольно. В общем, я провел исследование и сказать по правде, я не знаю, из какого вещества или веществ состоит этот камень. Ты же не хочешь сказать, что этот камень из космоса, так? Я не знаю. И что, Мэтт? Только не говори, что мы столько времени потратили впустую. Не совсем так. У меня есть несколько гипотез. У них нет научного обоснования. Но если мы не можем что-то объяснить, это не значит, что этого не существует. Логично, Мэтт. Верно. Так что ты думаешь? Мы тут весь день торчим. Так, что-то он тут собирается сделать. Ладно, готовьтесь. Пху, скучно. Мы можем сделать вывод, что это абсолютно новое вещество, результат какого-то эксперимента или открытия. А значит, оно секретное. Но ты удивил меня. Оу, это становится интересным. Проблема в том, что я не смог нигде найти никакой информации про этот камень. И я зашел в исследовательский отдел правительства с отцовского компьютера, но ничего там не нашел. То есть, это секрет глобального масштаба. Значит, камень не должен покидать эту комнату. Согласны? Ну, конечно, согласны. Что-то у нас выбор есть, что ли? Шутишь? Мы не можем никому о нем рассказывать, иначе попадем в беду. Значит, у тебя нет идей, откуда он мог взяться. Мэтт, ну ты же ботан. О, да. Тут начинается самое интересное. Свет, который спускает камень, сродня энергии, которую он потребляет. И если рядом с камнем нет источников энергии, он может высосать из тебя жизненную энергию. Ха-ха, круто. Серьезно? Слава богу, я не трогал эту штуку. Может, он бы твой живот высосал, толстяк? Ха-ха-ха. Очень смешно, четырехглазый. Выходит, эта штука питается энергией, как лампочка или типа того? Что-то в этом роде. Думаю, это какой-то ключ или портал. Портал куда? Это прозвучит безумно. Я изучал египетские символы и не мог не провести параллели с легендой о Дуате. Ха-ха. Что за легенда такая? Дуат – это место, где души ожидают судного дня, после которого их ждет или загробный мир, или гибель от лап адских зверей. А этот камень может высосать из тебя жизнь. Хочешь сказать, этот камень может принести тебя в другое измерение? Я знаю, это звучит странно, но думаю, что да. Вот это круто! И что мы будем с ним делать? Может быть, если я использую свои познания о гамма-лучах, мы могли бы создать источник энергии достаточно большой, чтобы камень не высосал из нас жизнь. И, наверное, мы смогли бы его применить и посмотреть, как он работает. А у тебя есть материалы, чтобы создать такой источник здесь? Думаю, да. Гамма-батарея подойдет. Какая? Какая батарея? Гамма-батарея. Не помню, куда я дел последнюю. Поищи в моей лаборатории и принеси мне. Не могла она никуда деться. Так, хорошо. Нам, значит, нужно ребят найти. Я найду. Найти, видимо, батарею. Где она здесь может быть? Генеалогическое дерево Мэтта. У него в семье что, одни близорукие ученые? Хорошо. Где батарея может быть? Так. Ага, вот она, по-моему, ребят. Нашел. Гамма-батарея здесь. Гамма-батарея. Горючий материал с ядерной мощностью в 1,21 джигаватт. Ничего себе батареечки. Он держит все дома. Пошло, пошло изобретение, ребята. Блин, сразу вспоминаю детства. В 80-е годы. Эх. И музончик как раз в тему. Так, что тут у нас произошло вообще? Чего они так насторожились-то все вдруг. Так. Ох, осторожно, ребята. Вы тоже это видите? Ха-ха. Кто там на столе спит? Что? Я ничего не вижу. Что не так, Крис? Что ты видишь? Мэтт, ты юный гений. Я вижу пещерных людей. Вон там. Эта машина. Она позволяет видеть призраков. Ха-ха-ха. Да и посмотреть. На, глянь-ка. Ну и что ты скажешь на этом, Мэтт? О, мой бог. Весьма вероятно, это одно из величайших открытий в истории. Нифига себе. То есть, с помощью этой штуки мы можем наблюдать за другим измерением с кучей призраков? Типа того. Это потрясающе. Представьте, какие возможности откроются для людей. Воссоединиться со всеми возлюбленными. Больше узнать о вымерших культурах. Заглянуть в лицо смерти. Вечная жизнь. В плохих руках этот артефакт может быть опасен. Последствия могут быть весьма плачевными. Мы должны быть осторожны. Камень нельзя использовать неправильно. Эй, почему бы нам не использовать камень, чтобы найти Спарки? Это хорошая идея. Так мы сможем больше узнать о Дуате и о том, как с ним взаимодействовать. Хм-хм. Ладно, но давайте сперва испытаем его тут. Кто знает, на что мы там наткнемся. Ох, детишки, куда же вас понесло, а? Вау, а это еще что такое? Хм. Как такое возможное? Хочешь сказать, ты не нашел ученого? Это был последний раз, когда ты меня разочаровал. Опа, ну нифига ты. Прям звездные войны. Ха, он это заслужил. Брр, Бронсон, ты принесешь мне этот камень. Остальные вы знаете, что делать. Если подведете меня, вы знаете, что вас ждет. Соблюдайте осторожность. И будьте благоразумны. Я не хочу, чтобы правительство вмешивалось в наши планы. Да, сэр. Наше маленькое соглашение. Мы к этому вернемся. А теперь проваливай. Я хочу, чтобы этот камень оказался у меня немедленно. Что это за штаб еще такой? Но, сэр, вы должны были поручить это дело мне. Вы знаете, я могу быть более убедительным, чем Бронсон. Черт, Хартман, ты кем себя возомнил? Что смеешь обращаться к своему начальнику, когда тебе слова не давали? Оп, по швам руки сразу. Прошу прощения, сэр. Кто это вообще такой, а? Эр, скройся с глаз моих, пес шелудивый. Когда понадобишься, я тебя вызову. Сейчас нам нельзя привлекать к себе внимание. А твои методы... Довольно... Нетрадиционные. Да, сэр. Слушаюсь, сэр. И почесал отсюда. Опачки. Да тут целая шайка у них. Мне нужен этот чертов камень Дуата. Сэр, вы бы поберегли себя нервничать в вашем положении ни к чему. Мне нужен этот камень, Шпильгман. Если бы не этот дезертир из твоей команды, наш план был бы уже почти готов. Что они тут затевают, а? Не волнуйтесь, сэр. Я уверен, этот предатель Макитрик уже мертв. Вы лучше других знаете, как много вреда камень Дуата может принести своему обладателю. Да, я знаю. Бронсон сделает все как надо. Войну одного дня больше откладывать нельзя. Абсолютно и полностью согласен, сэр. На все сто процентов. Доктор Шпильгман. Прям какие-то немцы, е-мое. Фауратик. Девольвер Диджитал представляют. Кроссинг Соулс. Ну что же, это была небольшая отставочка. Продолжаем. Ух ты, эта машина полностью меняет наше представление о мире. Хочешь сказать, нас повсюду окружают духи? Даже, даже... Когда мы ходим в туалет? Фу, отвратительно. Ха-ха-ха. Представь, что наша реальность существует параллельно миру духов. Дуат позволяет нам заглянуть в другой мир. Значит, если Дуат у нас, они тоже нас видят, да? Не только. Мы можем взаимодействовать с ними. Вот так вот даже. Чего мы ждем? Хочу повидаться с призраками. Вот это будет приключение. Так, Кевин, давай не увлекайся. Давай аккуратно. Мы не знаем, насколько это опасно. Бу! О, я знаю. Мы должны найти Спарки. Я снова увижу Спарки. Вперед, навстречу приключениям. Спарки? Да, это наш пес. Ну, был. Его машина сбила. Что скажешь? Пойдем, пожалуйста, пошли искать Спарки. А как будто у нас есть выбор. Неплохая идея. Если мы пойдем искать собаку, то увидим, как работает эта машина. И можем ли мы взаимодействовать с призраками? Конечно, можем. А что насчет дикарей? Что, если некоторые призраки захотят прибить нас? Не трусь, Джо. Все будет хорошо. Ну, и что вы предлагаете? Давайте осмотрим задний двор и поищем Спарки. Он должен быть в своей будке. Ладно, давайте осмотрим задний двор. Может, Спарки там? Ух ты. Аппарат Дуата. Самодельный детектор электромагнитного поля сверхнизкой частоты с адаптером. Позволяет взаимодействовать с миром мертвых. Блин, Мэтт, ну ты изобретатель. Ядреный ложь. Придумал хорошую классную вещь. Теперь мы можем с вами отправляться в мир духов, наверное, я так понимаю. Так, ну что же. Наверное, я думаю, нам надо сохраниться. И давайте продолжать наше путешествие. Что здесь наверху за лаборатория? Ну, в принципе, все дело понятно. Мы в доме Мэтта. А тут, как видите, и мама ботаник, и батя ботаник. Все они ботаники. Так, давайте с отцом поговорим с его. Я ищу данные по вчерашней грозе. Хм, интересные показатели. Да что ты. А нам куда надо идти? Ребят, нам нужно на задний дворик попасть. Я так понимаю, нашего дома. Так, если здесь у нас Мэтт, а он был первый, кого мы встретили. Значит, наш домик, по идее, должен быть на самом верху. Так что мы туда и побежим. Что вам нужно? Кстати, это тот парень, который петарды, помните, поджигал? Привет, Сид. Ага, привет. Хм, дамочка какая-то. У, хватит с меня поливки. Не думала, что семена прорастут в арбузы. Они мне всю лужайку попортят. Надо их разбить. Вот бы мне кто-нибудь помог от них избавиться. Ну, а я на что, ребят? Ну, я разве не удалец, а? Сбитый-то. Я надеюсь, хоть спасибо-то скажет. Спасибо, что разбили эти арбузы. Я уж не знала, что с ними делать. Они мне все цветы подавили. Ух, ненавижу арбузы. Вот спасибо за помощь. И дали нам еще одно сахарное сердце. Что это за сердце, интересно? Опа. Эй, смотрите, кажется, у этого призрака неприятности. Ага, другие призраки его достают. Надо ему помочь. В дуате вы повстречаете врагов, которые будут пытаться атаковать вас при любом удобном случае. Но вы сможете атаковать лишь тогда, когда подключитесь к дуату. Нажмите табуляцию для подключения. И наваляй этим жутким призраком. Хорошо. Так, табуляция. Вот, значит. Так, что это за некромант такой? Так, ну ладно. Этих скелетиков-то мы разбомбим. Одержимой сущность, которые называются. Мне бы желательно взять Чарли. Да, вот она будет самая то. У нее кнут. И она их должна... Да что ты будешь делать? Все, этого волшебника злова мы убили. И черепки остались. Сущность, держи, моя. Сердечко получи. Ага, еще выходят. Ну, в принципе, для нас это плевое дело. У нас же скакалка-кнут. Все, 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 разобрали. Ну, что это за паренек? Ого, это было здорово. Мы спасли призрака. Нужно быть осторожными на случай, если объявятся другие. Да уж, в этом мире все возможно. Так, а что, паренек с нами... А, нет, будет говорить. Спасибо, что спасли меня. Эти призраки хотели меня убить. Но почему? Без причины. Это просто проклятые души потустороннего мира. В них больше не осталось человечности. Если кто-нибудь из них тебе встретится, убей его, либо убегай прочь. Иначе они сожрут твою душу. И я это учту. Ну что же, мальчика-призрака мы спасли. И, в принципе, вот, ребята, здесь уже наш дом. А что здесь делают эти чувачки? Ну, давайте поговорим с ними. Кума Хумбал. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Эм, ага. Хабе-ну-мы-кай, чувак. Ха-ха-ха. Ха-ха. Клево, пещерный человек. Этот камень отпад. А, они камнем рисуют на стенах. Понятно. Слушайте, ну, по идее, это наш дом, вроде бы как. Да, вот мы заходим. И нам нужно идти с вами на задний двор. Поговорить. Извините, ребята, вам нельзя наверх. Пол мокрый. Все хорошо, миссис Уильямс. Ну, раз все хорошо, тогда мы пойдем в сад. Опа. Что такое? Брат, дай взглянуть на машину. Я хочу быть первым, кого видит Спарки. Ну, естественно. Ладно, держи. Смотри, с ума не сойди. От счастья. Его здесь может и не быть. Пфю. Дай сюда. Хи-хи. На, держи. Спарки. Смотрите, это он. Иди сюда, мальчик. Видите? Он, правда, здесь. Он здесь. Ага. Я настроил машину так, чтобы все пятеро могли видеть. Нет, куда ты? Не убегай. Ого, а что это? Убежал пес от нас. Успокойся, Кевин. Бедняга выглядел растерянно. Будто его что-то испугало. Кажется, он пошел вниз по улице. Пойдем за ним? Да, точно. Спарки не стал бы убегать от меня вот так. Он хочет нам что-то показать. Да, пойдемте по следам посмотрим, что же он хочет нам показать. Так, а где следы-то, ё-моё? Я лично никаких следов вообще здесь не вижу. Ну, это наш задний дворик. Тут мы не можем выйти. Да подожди ты, ё-моё. Шарики тут надувает он мне. Так, Крис, вот тебе сердечко... Оу, да у тебя вообще с хпшками-то плоховато. Если честно. Это не порядок. Так, ладно. Нам, ребята, нужно идти за спарки. Только нам сказали, что по следам. Ну, следов-то нет никаких. И даже... Когда мы заходим в дуат, я ничего не вижу, по крайней мере. Странно все это. Так, ребята, нам что-то показывают. Ага, пёс. Ясно. Нужно идти вниз. А ну-ка, ребята, дайте-ка я попробую в дуат войти. Смотрите, никаких следов нету. Хм. Ну, значит, так задумано. Дайте я этот ящик разобью. О, сердечко. Хорошо. У нас у Криса уже одно целое сердечко. А это, получается, четыре касания. Так, я так понимаю, сюда нужно идти нам. Что такая за музычка странная? Подозрительная? Ага. Я вижу, тут какие-то призраки гуляют. Причем, ребята, их видно только тогда, когда я захожу в дуат. Так, ладно, давайте разбираться с ними. Че они вообще здесь трутся? Так, давай тоже. Блин, не могу. На клавиатуре мне непривычно как-то играть. Джойстик подклинивает. Так что, ребята, если что, не обессудьте. Так, отлично. Готов. Сердечко мы забрали. А, ну, чувак сидит там на гитаре, брынькает, да? Посреди ночи ведь ночь. Хотя, какая ночь, если чувак вон там? Неплохо устроился, да? Даже кошечка там с ним черный сидит. Оу, тихо, тихо, некромант. Некроманстер. Какой-то он ватный, если честно. Единственное, то, что он стреляет. А так, фуфлогонщик. Ух ты. Слушайте, а это бабушка привидение или нет? Ох, глазам не верю. Хм, вам удалось войти в астрал. Ох, не к добру это, не к добру. Что не к добру? Мертвое должно оставаться мертвым. Вам здесь не место. Это нарушает порядок вещей. Будьте осторожны. Будем, спасибо. То, что вы ищете, находится вверх по улице. Будьте осторожны. Колесо судьбы уже завертелось. Так, а бабулечка-то это призрак. Хм. Хоть мы, ребята, да, в другом измерении. Несмотря на это, бабушка почему-то сидит именно на скамейке нашего измерения. Хе-хе. Так, а это еще... Довольно безлюдная улица для таких малышей. Может пробегать через... Всякие преграды, в отличие от меня, да? Ну что ж, давайте тогда вот сюда пойдем налево. Выбор-то невелик. Так, сюда тоже нельзя зайти. О! Дедулечка у нас тут. Уходите отсюда, дети. Вы потревожили покой мертвых. Потревожили? Это опасно. Мне ли не знать, я работаю с духами уже много лет. У меня шестое чувство на подобные вещи. Когда что-то тревожит мертвых, они начинают делать всякое. Этот чертов ураган был плохим знаком. Да какая разница, мы должны идти, чтобы спасти Спарки. Вдруг он в опасности. Спарки? Кто это еще? Никто дальше и с места не извинится, парень. Я сделал все, чтобы сегодня никто не пострадал. Но вы должны нас спустить. Там моя собака. Может он прав, Кевин. Почему бы нам не вернуться в другой день? Ну уж нет. Я хочу увидеть Спарки. Черта с два, никто никуда не пойдет, пока я здесь. А разве это не противоречиво? Ваша вера в призраков. То есть вы же гробовщик все-таки. Да что ты знаешь, мальчонка. Я ухожу отсюда и вы тоже проваливаете. Возвращайтесь домой, дети. Я такой неуклюжий, простите, сэр. Глупые дети, идите поищите другое место, мальчики. Тут творятся жуткие вещи. Хе-хе-хе. Давай, вали отсюда, дедушка. Ну, похоже, мы не сможем туда попасть. Ты слишком рано сдаешься, чувак. Глянь, что я украл у этого старика. Ах ты, мелкий проныроключик у него. Ха-ха-ха, у твоего брата и правда талант, Крис? Хе-хе. Давайте все внутрь. Ох, мамочки. Ну, что ж, дорогие мои друзья. Наверное, на этой ноте я и буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Мы с вами обязательно увидимся в следующей серии. Так что подписывайтесь и будьте всегда в курсе дел. Ну, а на этом все. Всем пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok